Я вновь всех приветствую на своем канале и этот обзор будет снова по заказу трудящихся, посвященный моим маскам для лица. Я его обещала записать несколько дней назад, но у меня не вышло и вот записываю сейчас. Все-таки взялась я за жабры. Извините, если кто-то его очень сильно ждал. Просто возникли некоторые проблемы в команде, где я числюсь редактором и переводчиком. В общем, начну я свой обзор, пожалуй, с очищающих масок. У меня в коллекции в основном маски от Avon Planet Spa и одна маска от Green Mama. Вот такая вот маска. Маска освежающая калиновая с ментолом. Я ей пользуюсь уже, вот покупая ее, занимаюсь, я, точнее, занимаюсь, да, и покупаю Green Mama уже 5 с лишним лет. Сегодня узнала, что с марта 2011 года я сервировала. И, ну, просто не помнила, когда это было. И очень часто я ее покупаю, она мне очень нравится. Вообще мне нравится, потому что тут в составе ментола я люблю мяту. Маска освежающая калиновая с ментолом. Вообще защита от угрей, но она и для жирной кожи хорошо, и просто вот даже когда летом иногда освежится. Использовать ее надо 2-3 раза в неделю. Ну, я когда действительно 2-3 раза делаю, а когда забываю, вообще не вспоминаю про нее. Ну, или иногда раз даже в месяц. Наносится и держится где-то 20 минут. Она, сейчас я скажу, какая по консистенции покажу. В общем, она мне очень нравится, она действительно справляется. То есть у меня какие-то там брещики бывают иногда, и какие-то жирные кусочки кожи появляются, что после этой маски оно все исчезает. Вот такая вот. Она, в принципе, такой мягкой, хорошей консистенции. Но если толстым слоем наносить, то она белая и высыхает, там кожа такая белая становится. А так она, в принципе, похожа на такой густой крем. Вот такая вот маска. В общем, она мне очень нравится. Если у вас проблемная кожа, или просто летом иногда сидите, такая дикая жара, и хочется освежиться, то вот эту маску я очень советую. Из этой же серии есть просто с витамином F, калиновая маска. И она, конечно, ну, больше просто, как очищая маска, и не освежает. Но вот это, особенно летом, очень хорошо. Зимой мне даже от нее иногда прохладно становится. В общем, что у нас в составе? Тут шалфей, мята, ну, естественно, коалин, глицерин, масло кунжута, корень лопуха, эфирное масло чайного дерева. Ну, и состав такой более-менее ближе к натуральному. Сейчас эта маска стоит около 200 рублей, если я ничего не путаю. Ну, в общем, подорожала она где-то раза в два. Тут 100 миллилитров, после открытия живет 6 месяцев. Но, в принципе, если хранить правильно, то может прожить и подольше. Вот такая маска. И в этой же серию, точнее, не совсем серию, конечно, но в очищающие маски я отношу вот эту вот, которая у меня была, по-моему, в моем последнем обзоре, в моем видео. Я особо долго про нее говорить не буду, потому что в том обзоре, в принципе, полностью о ней поговорила и рассказала. Но, в общем, она мне очень понравилась. Пока я пользовалась ей только один раз. Но, как я поняла, все-таки, Эйвен Планета Спа именно маски. Это для меня очень классно. В общем, именно маски для лица серии Планета Спа мне очень нравятся. В общем, маска для глубокого очищения кожи лица, русская баня, с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Она зеленая. Сделаю все-таки сводч. Но, когда проходит какое-то время, она белеет. Плотной консистенции. Такая вот. И теперь у меня еще есть три маски питательные и увлажняющие. И одно я сегодня попробовала, затестила как раз перед снятием видео. Вот такие вот. Это у меня непрезвайденное питание с маслом африканского дерева. Шипитательная маска для лица. Все по 75 мл. Кроме Гринмамовской, она 100 мл. Вот такую маску мне года два назад дарила Женечка. Ну, в общем, как ей она, что-то, я не знаю, подошла, не подошла. Но она мне отдала. Мне она очень понравилась. Тут держать 10 минут ее. Я тогда, правда, на ней был другой дизайн. И не было написано, сколько вообще, как ее смывать, не смывать. Я гуглила, читала отзывы, поняла, что все-таки ее надо смывать. Потому что иногда попадаются маски. Допустим, был такой, кажется, травник или знахарь, что-то такое, русская какая-то фирма. И там была маска. Я даже сейчас не вспомнила. Маска-крем, кажется. И она такая зеленоватая была. Ее можно было занести или на 20 минут подержать. И потом дальше основной уход. Или за 5 минут подержать, на 5 минут до выхода. Я ее в основном использовала перед какими-нибудь мероприятиями. И действительно цвет в лице улучшался. Но я ее очень давно не видела. И даже не помню, вот именно фирму, знахарь это был, или травник, или что-то такое. Но очень классная мне маска, нравилась она, что-то и даже недорого стоила. А тут питательная маска для лица с маслом африканского дереващи. И она мне заменила в основном эту маску. Ту, которую я долго пользовала и покупала, и потом она куда-то ищет. Она мне очень понравилась. Ее наносила я, смывала потом. И даже можно было не использовать никакой крем. Ну, только с тоником лицо протирала чуть-чуть. В общем, она мне очень нравится. Я потом заказала еще одну. Вот уже эта, которую я заказала в Эйвоне, когда стала заниматься. Ну, и пару раз попользовалась. Она у меня ушла в шкаф. В то место, где у меня лежат так называемые запасики. Но вот сегодня я ее достала специально для обзора. Потом вот эта маска. Эйвен Планета СПА. Ритуал удовольствия с маслом африканского дерева шеи. Экстрактом какао. Очень классная маска. А, да, пардон, я не сделала сводч. Я уже сама забыла, какая она тут. Ну, такая густая, тоже, в принципе, плотная. И тоже так же немножко липнет, когда ее намазываешь, так же, как зеленая. Вот. Кстати, зеленая тут уже немножко побелела, успела подсохнуть. И вот это вот, если вы хотите стать ненадолго негром, то попробуйте эту маску. В общем, классная очень маска. Она так же, как и непредвозненное питание с маслом шеи, справляется со своими задачами. Кожа увлажненная, кожа мягкая. Ну, и, соответственно, питает и дарит увлажнение, упругость и прочее, прочее, прочее. И очень она мне нравится тоже держать ее 10 минут. Однажды я намазалась, и ко мне пришла, кажется, тетушка. И я выхожу в коридор, а у меня такое лицо, как у негра. Она мне очень нравится, она очень вкусно пахнет. Тут на тюбике, конечно, я тут выдавливалась, видать, не очень хорошо. И она мне напоминает даже такой шоколадный крем. Был такой, я не знаю, творожок-шоколадный крем, карат назывался. Назывался, лет так, может, 15 выпускался. Сейчас иногда попадается, но, кажется, уже такого нет. Вот такая она тоже плотная, довольно. Не сказать, что липкая в нанесении, но 10 минут побыть негром вполне ничего. Особенно она пахнет очень классно. Тогда, если бы не знала, что это маска, я бы, наверное, ее съела. Вот, такие вот у меня сводчи. И последняя маска, которую я сегодня попробовала, перед тем, как записывать видео, это маска, которую вот эти-то все маски, кроме зеленой, я заказывала. Зеленая мне пришла в подарок тогда за 5 рублей. Эту я заказывала по баллам. Причем она, кстати, польская. Все остальные сделаны в России. В общем, это у нас, тут даже бумачка такая, наклеечка, как иногда бывает, там, и фрашевская, если она сделана во Франции, приклеили информацию, написали по-русски. В общем, эту маску оставлять, наверное, на 20 минут. Это маска для лица с маслом оливы и райского увлажнения. Ну, и, соответственно, она питает кожу. Вообще, я на эту маску долго смотрела. У меня были баллы тогда, я еще числилась, по-моему, Клуб Старт у меня был. Все на нее смотрела, смотрела, и решила в какой-то момент заказать. Какая-то цена мне обошлась до 35 баллов. Тогда еще за 1 рубль. В общем, я очень ей довольна. Я сегодня ее попробовала. Единственное, что в самом начале у меня чуть-чуть пощипывала кожу. Она практически прозрачная. И сейчас я вам ее покажу. Но она действительно, кожа после нее мягкая. и довольно увлажненная. Я, правда, потом использовала тоник. Вот после этой даже тоник не пришлось использовать. Она такая желеобразная. Даже гелеобразная, можно сказать. Полупрозрачная. Ближе все-таки к такому бело-зеленому. И наносится тонким слоем. И практически на коже не ощущается, и не видно ее. Ну, только когда смываешь, понимаешь, что действительно там маска. И если наносил, то тоже понимаешь, знаешь, что это маска. Ну, и она мне очень нравится. Она по консистенции все-таки менее плотная, чем другие маски, которые у меня были в этом обзоре. Но она мне тоже нравится. Легкая такая маска очень. И, ну, и если у вас там не особых таких проблем нету, там каких-нибудь плющиков и прочего, просто иногда хочется увлажниться, то я вот эту маску вам посоветую. Хотя, в принципе, я все эти маски советую, потому что можно, я даже думаю, если вот эту использовать один раз в неделю, здесь у нас, в принципе, ничего такого не скану насчет частоты использования. Я думаю, можно где-нибудь раз в два или три или в четыре дня. Можно их даже просто чередовать. Раньше я вот эту маску чередовала с маской, которая была с витамином F. Где-то раз в три дня одну, потом раз в три дня другую. Где-то два-три раза в неделю у меня выходило так вот с этими масками. Но вообще в Гринмаме очень хорошие маски. Вот еще есть такие маски-пленки, но маски-пленки я не понимаю. В результате я потом, если мне приходили в подарок, я их раздаривала от Гринмамы. А сама один раз купила, потом отдала подружке, потому что вообще не поняла, как ее пользовать. Что-то не получается у меня эти маски-пленки правильно снимать одним движением. Вот такие вот у меня сводчи и такой вот обзор. Если вам это видео было интересно, я выполнила пожелания ваши полностью, то я очень рада. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я тут узнала, у меня уже тут 400 подписчиков, так прикольно. Ну и спасибо, что смотрите. Пока.